Такой день на канале Мир Белогорья. Александр, Роман, у нас во время рекламы появилось огромное количество артефактов в студии. Это оружие, обо всем о нем вы обязательно расскажете в нашей беседе. Сейчас скажите, пожалуйста, фестиваль по рубежу государева служба, он впервые проходит? Да, в данном случае фестиваль на эту эпоху проходит впервые. Наш клуб вместе с военно-историческим обществом российским делал еще такой фестиваль «Белый город». Он был посвящен временному периоду 12-14 века. Но в этом году, так как мы решили попробовать сделать век 17-й, потому что, если уж говорить на чистоту, наша территория, это Белогородчина, как раз история, завязка, можно сказать, развитие, все завязано в основном на конец 16-го, начало с первой половины 17-го века. То есть, если ее не делаем мы, почему тогда делать Белгородскую черту? Там, например, надо пытаться делать в Воронеже, либо в других городах, ибо черта, но это сейчас Саша расскажет более подробно, входила не только в современную территорию Белогородской области. Да, конечно, мы об этом знаем. Но у нас, кстати, есть одну секунду, Александр. Наши корреспонденты уже снимали вас, снимали ваши реконструкции. Давайте вместе посмотрим, и вы заодно скажете, есть ли вы на этих кадрах и что снимали наши корреспонденты. Редактор субтитров А.Семкин Ну, вот, кстати, на этих кадрах, по-моему, я вас увидел. Это вот вы были, да? Да, стоял, наблюдал на том, как нас будут атаковать студенты Белгородских вузов. Как, кстати, атаковали? Успешно? Да, успешно. Там была задумка такая, что мы должны были сидеть, как бы сказать, в засаде держать оборону, а нас должны вроде как были под Бауховцовым в сентябре месяце прошлого года атаковать в целях воспитательной работы и развития навыков исторических студентов. наших вузов атаковали нас. А исторический период какой был? 17 век. 17 век. Как раз ровно то, что, собственно говоря, и будет на фестивале, да? Да, да, да. У нас там как раз вот показаны костюмы и вооружение городовых стрельцов, а также московского приказа белгородского, который как раз базировался в середине 17 века на территории города Белгорода. Если точнее, это парк Победы вдоль Везелки. Ну, собственно говоря, вот ровно те места, по которым мы ходим, да? Да, 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 да. Там был посад, там был посад именно белгородского приказа, московских стрельцов основной. Конечно, их потом раскидывали частично, когда нужно было по различным крепостям нашей черты, но основной сделали их место базирования именно вот напротив музея Диоромы. В общем, вы, Александр, еще и работаете в нужном совершенно месте, даже территориально не сидите. Да, да, по Везелке. По Везелке, да. От себя я хочу добавить, что 17 век, в принципе, это самая романтическая эпоха, наверное, вообще в мировой истории. Если мы вспомним, допустим, наши любимые фильмы, романы, художественные произведения, вспомним тех же самых трех мушкетеров. Да, Александра Дюма. Да, того же Александра Дюма. Вспомним капитана Блада Рафаэля Саботини. Вспомним, допустим, трилогию Сенкевича, того самого Пана Валдеевского. Это же как раз все герои, которые живут в 17 веке. И это те герои, которые буквально олицетворяют дух той романтической эпохи. А вот, к сожалению, когда мы говорим о русском 17 веке, то далеко не все могут назвать, допустим, на вскидку основные знаковые события нашей истории того периода, допустим. И, допустим, многие, кто интересуется историей, знают, что была такая 30-летняя война 1618-1648 годов. Но в то же самое время мало кто знает о такой войне, как Смоленская война между Московским государством, царством русским и Речью Посполитой, которая была в 30-е годы 17 века. По сути, это была составная часть той самой 30-летней войны. В том числе, боевые действия шли и на территории нашего края, отряда Черкас, Якова Острянина. В этот период как раз осаждали Белгород. Которые считали, что до этого эти земли и городки были-то. Речью Посполитой. И вот наши вот эти города... То есть еще на эти территории претендовала Речья Посполитая, да? А у нас там в документах пишется, что эти города-то назывались польские. Польские города, да. Белгород — это польский город. Вот, на тебе и пожалуйста. Вообще, Александр Роман, скажите, насколько вы пытаетесь нести эту историю в массы? Вы пытаетесь своими реконструкциями дать людям к ней прикоснуться? А сколько еще таких же, как вы, заинтересованных в этих реконструкциях людей у нас в регионе? Ну, у нас достаточное количество клубов по различным эпохам. Начиная с раннего Средневековья в Старомосколе до Второй мировой войны. Поэтому я вот так вот навскидку не скажу, но несколько, я думаю, за сотню человек на нашем регионе есть стабильно. А как реконструкторы вы в какие регионы выезжаете или в каких-то мероприятиях принимаете участие? Как часто вот вы это делаете? Все зависит от финансовой составляющей, ну и в принципе того, как мы вырвемся с нашими отпусками и с отгулами с работ, чтобы куда-то поехать. Ездим в основном по всей России. Раньше выезжали из дальней и ближней зарубежья. Сейчас в основном, после событий на Украине, по Российской Федерации. Но и даже Российская Федерация, это и Питер, это и Вологда, это и Ярославль, это и Ижевск, то есть и Тула, то есть и юга, там Ростов на Дону. То есть в принципе затрагиваем, можно сказать, всю европейскую часть России. Очень хочется, очень хочется выехать за Урал и подальше, но пока что не получается. А к нам кто-нибудь приезжает? Мы можем ждать гостей реконструкторов? У нас будут, то есть мы постараемся собрать все, что у нас делают, всех реконструктов, которые у нас делают на 17 век по округе. То есть у нас будут Курск, у нас будут стрельцы, городовые солдаты Воронежа и у нас будут москвичи. Восьмой приказ Пушечникова, Стрелецкий, есть такой, люди делают. Такие зеленые кафтанчики, красные шапочки. А на наш фестиваль по рубежи и государева служба много? Приедет гостей или он будет полностью, так скажем, вашими силами? Ну, скажем так, он, конечно, организован нашими силами, но гости вот приедут, все, кто я перечислил, там будут. То есть в принципе несколько десятков человек мы ждем. Для 17 века это достаточно много, потому что основной выездной контингент на эту эпоху, на 17 век по России, составляет не больше 200-300 человек. То есть не так много реконструкций. Именно на 17 век, да. От себя добавлю, что Российское военно-историческое общество, в том числе и наше Белгородское региональное отделение, всячески поддерживает подобные мероприятия, потому что можно книги читать, можно фильмы смотреть. Но другое дело, когда ты видишь, как реально реконструируют, воссоздают те боевые приемы, которые использовали наши далекие предки. Те виды оружия, которые использовали наши предки, можешь их подержать в руках, например. Кто у нас с палочкой в детстве не бегал? Да. Вообще вот это вот шпага. Вот именно это шпага 17 века. Не то, что в фильмах показывают, что гнется чуть ли не в дугу. И ломается об колено буквально так. Ну, типа того, да. Вообще шпага, по сути, это облегченная версия кавалерийского меча. И предназначалась это для кавалерийской рубки, чтобы на скаку рубануть врага. Вот так вот она берется, да? А это вот уже дальше от фехтовальной школы зависит. Данный вариант итальянский. В основном шпага применялась для фехтования. Поэтому она еще даже заужена. То есть есть клинки как раз пехотные, так называемые волонского типа, которые больше напоминают палаши. Более широкие, несбалансированные. Здесь вы видите, баланс вы можете кистью как угодно фехтовать, как у нас привыкли по мушкетюров показывать. А той пофехтовать уже не получится. Там уж как махнул. Той вы можете нарубить хорошо хвороста, валежника. Она выглядит как шпага и противника. Но в основном это прототип меча, тисака, что потом переросло в тисаки. У нас, извините, пожалуйста, у нас ими вооружали в основном конных стрельцов и потом новые полки драгун. Под Курском даже есть у нас описание того, что были специальные склады для шпаг, для тех, кто приезжал у нас, потому что полки сменялись драгунского типа. По 2,5 тысячи. Это вот шпаги лежали, ждали, пока приедет. Вот, вы знаете, вот в руке лежит просто вот очень хорошо. Она не очень тяжелая, так скажем, ну, все-таки определенная масса есть. Килограмма сколько? Три, наверное? Да какой три? Меньше гораздо. Меньше? Килограмма она весит. Мне кажется, больше. В общем-то, очень удобное такое оружие. Вы знаете, у нас есть подборка фотографий. Давайте мы их вместе с вами посмотрим и заодно сразу попробуем прокомментировать, что на них есть как раз касаемо реконструкции. Вот расскажите, что это, какого периода реконструкции? Реконструкции 13-го века, 14-го, то есть люди. Это на различных мероприятиях, в которых мы участвовали. Я вот вижу Куликово поле. Это вот ранний период на Дракарах. Это когда мы участвовали в фестивалях на Одере. Какое интересное, красивое фото. Это ранний период, это викинги, это вапна. Мореплаватели. Да, да, да. Кстати. С этим мы начинали в свое время в начале 2000-х. Потом я вижу там Хотин, который сейчас для нас недоступен. Черновицкая область, Украина. Прекрасное место, очень красивое. Жалко, что мы теперь туда не можем так поехать. Ну и всякие другие мероприятия. Куликово поле я видел. А также видел фотографии с нашего фестиваля «Белый город», который мы проводим. Уже больше 15 раз, если мне память не изменяет, каждый год. А вот, кстати, мелькнула Хотинская крепость, знаменитая на заднем плане. Ее даже самые далекие от реконструкции люди, от истории люди могли видеть и видели в огромном количестве отечественных, исторических и костюмных фильмов. Это та самая Ля Рошель, которую осаждают. Да? Да, это та самая Ля Рошель, которую осаждают Михаил Боярский и его друзья в нашей экранизации «Трех мушкетеров». Это тот самый замок барона Фрон-де-Бефа, который штурмуют Йомины во главе с Борисом Хмельницким, Робин Гудом в фильмах Тарасова. Это та самая крепость, которую осаждают казаки Тараса Бульбы в фильме «Бортко». Так что, это та самая Кхотинская крепость. Действительно, к сожалению, сейчас она недоступна ни для наших реконструкторов, ни для наших киношников. Но, опять же, это игры политиков. Надеюсь, когда-нибудь это закончится. Они в любом случае закончатся. А наша задача просто показывать, какая была история нашего края совсем еще недавно. 17 век – это почти ничего. Для истории действительно не так много. Давайте мы продолжим. Давайте мы посмотрим, разобрать, так скажем, обундирование воина 17 века. Александр, расскажите, что на вас, что это на вас надето? Это бандельера. Она же бериндейка. Это перевязь с деревянными пенальчиками, в которые засыпались пороховые зарядцы. То есть, грубо говоря, вот отсюда заряд засыпался в ствол. В зависимости от того, какой противник противостоит. Допустим, если против тебя какой-нибудь имперский керасир, австрийский или польский гусар крылатый, два заряда засыпалось в ствол. Иногда даже тройной. Иногда даже тройной. Потому что это тяжелая кавалерия, это всадник, закованный в доспехе. И чтобы все-таки... Одинарным зарядом? Ну, огнестрельное оружие еще не такое было мощное, чтобы остановить закованного даже в трехчетверной доспех воина. Мы встречаем такие интересные описания, что, например, для того, чтобы поразить... Ну, в общем, правда, это не связано с нашим государством московским. Но принцип тот же самый. То есть, кавалеристы Драгуны и Рейтары использовали пистолеты. Ну, Драгуны меньше, Рейтары больше. Ну, принцип. Французский источник говорит о том, что сближение и стрельба керосир и Рейтар должна была начинаться в тот момент, когда он должен был видеть белки глаз противника. То бишь, это получается... Ну, у меня зрение плохое, у вас хорошее. Сколько? Метра 4-5? Да, наверное, вряд ли больше. Да, чтобы был, грубо говоря, какой-то эффект. Вы представляете? Вот я правильно понимаю, что как раз вот пороховница, да, у нас есть в студии? Ну, верховничка, натруска. Здесь. Здесь. Крупный план попробуем? Да, 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 да. Показать. Здесь хранится, то есть, исторически перемолотый порох, более измельченный, для того, чтобы сыпать его на полку. Для того, чтобы использовать искры. Да, 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 на полку. Как это использовать, можно пока посмотреть на использование вот этого вот гранатомета. Это гранатомет? Да, да, да. Это гранатомет того времени. Вот реально существовавшая, то есть, реконструкция. Да, да, реплика, реплика. Да, она у нас зашплинтована, то есть, в стволе стоят специальные перегородочки, чтобы нельзя было, скажем так, да. Не дает, все-таки это блок. Да, да, да. А так, в принципе, да, все сделано по тому времени. Вы знаете, я могу понять, что с точки зрения там пороховой части, еще что-то, а что заряжали? Чем? Дульные гранаты, чугунная гранатка. Просто чугунная вот такая вот. Небольшая. Сок чугуна, да? С пороховым зарядом. Да, да, да. С принцип действия внутри порохня, и там еще фитилек торчит. Закладываешь, то есть, при выстреле фитил загорается, она летит где-то на метров до 200, в зависимости от того, какая гранатка. То есть, это ручные мортирки, ручные гранатометы, применяли с 16 по 18 лет. Я боюсь предположить, какая у нее отдача была. Так, естественно, у нас стреляли в основном с подпорки. Не очень. Не с плеча. Не, 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 это просто взял, чем интересен, просто копия вот этого замка, это русский замок, начнем с этого, вот я его взвел в данном случае, откинул крышечку полки, насыпал, к примеру, сюда, ну, порох, ввел, писало, вот у меня готов к выстрелу. Ну, там я уже все зарядил, засыпал порох, вставил гранатку, если надо, и вот так, в принципе, происходит выстрел. Опа! Ударила искра, загорелась, ну, конечно, и вот произошел выстрел. Ну, что я хотел сказать, просто-напросто данный замок, это копия замка, найденного в Шебекинском районе, возле села Купи, Нарепная. Прямо вот нашли в Белгородской области. Да, 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 да. То есть, поэтому вот я вот специально, когда делал, делали у нас его эту штучку, специально делали с местным уклоном, для того, чтобы можно было сказать, что это у нас белгородской черты. Прямо, действительно. Ну, сам замок, потому что остальное уже с других случаях. Я вам скажу, это тяжеленная совершенно вещь, вот с такой, если, не дай бог, марш-бросок, то пробежать много не удастся, потому что это очень тяжелая, особенно дурная его часть. Обычно их использовали при обороне крепостей. В 18 веке, даже вот при Петре I, их все списали в крепости, и плавно они ушли из-за потребления. Вот сейчас их можно прекрасно видеть, очень огромную массу в Тульском музее, в арт-музее в Питере и в других музеях России, именно потому что их списали на крепости, потом они плавно ушли в запаснике. Их много сохранилось. Сохранились. Так, Александр, рассказывайте, что у нас еще? Это рогатина. Одно из образцов длиннодревкового оружия. Рогатина и при этом колющий, так скажем, один, одна поверхность, да, перо? Да, колющий рубящий, если обратите внимание, кончик сделан таким граненым. То есть принцип, это вот такая интересная вещь, хорошо встречается, тип описан этот нашим отечественным историком-оружьеведом Двореченским. Очень широко использовался вот в рогатинах 17 века в русских. Вот, то есть да, 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 вот она так используется. То есть можно им резать как поверхностью, да, и граненый вот этот штык помогает, если еще кто-то там, например, те же самые татары, еще кольчуги любили, проткнуть какое-то легкое защитное снаряжение, которое уже уходит из-за потребления, но все оно используется. Связано это еще с чем, потому что у стрельцов вплоть до 70-х годов, до второй половины 60-х годов 17 века доминировала все-таки огневая тактика. Вот эти бердыши, с которыми стрельцы в хорошо нам всем известном фильме Гайдая гоняются за буржей, за Милославским, это скорее уже порождение второй половины 17 века, это 70-е годы 17 века, когда шведский офицер Эрик Пальмквист при дворе Алексея Михайловича зарисовывает такого стрельца в красном кафтане с бердышом с пищалью. А до этого доминирующей тактикой стрельцов была именно тактика огневая, естественно, против сильной кавалерии, против тех же татар, против тех же поляков, у которых была мощная и гусария, и, допустим, и панцирные казаки так называемые. Долго перезаряжающееся огнестрельное оружие было, конечно, эффективно, но, опять же, один-два выстрела, и надо успеть перезарядиться. А вот этим оружием вполне можно было отбивать атаки кавалерии. Поэтому были вооружены поупиками, небольшими укороченными, вот такими вот рогатинами. Бердыши тоже присутствовали, как говорит Александр, но вот он, правда, правильно сказал, это больше было, скажем так, принято у московских стрельцов. То есть здесь у нас, конечно, находят, мы видим там иногда на всяких там аукционах черных копателей мелькают белгородские бердыши. Мы даже один такую копию сделали по фотографиям, по находкам. Но, как бы сказать, для периферии это было сильно нетипично. Копья, рогатины и стрельцы были вооружены ножами. То есть по одной простой причине, даже вот сабли и шпаги им не помогали. То есть сабли это были у московских стрельцов. Да, да, уже более такие. Роман, скажите, что у нас еще есть? А вот у нас такой вот, ну, просто ножичек с бытовой, поясок с бытовыми предметами, в основном тут, что у меня висит, это все то, что нужно для еды. Это оружие, это не военные предметы. Не, 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 это вилка и нож, то есть. Да, это нож и вилка, да. Это можно только для того, чтобы использовать, как это называется, для, ну, как это у нас говорит МВД, когда бытовой. Вилочка очень такая массивная, хорошая, нож обыкновенный, ну, так скажем, извините, что я их назову кухонным ножом, да, ну, очень, собственно говоря, для этого он и приспособлен. Но выглядит зато все это в ножнах очень красиво. Да, да, да. Это копии, конечно, это не исторические. Это реплики, разумеется, но все в основе имеет подлинные исторические источники. Вилки на Руси известны с 11 века. И опять же, в походно-полевых условиях удобно потреблять пищу. Ух ты, какая ложечка, дайте взглянуть просто. Да, это ложечка вот из гемо, то есть копия сделанная. Вот такими ложечками у нас ели в московском государстве в 17 веке. И вот скажи после этого, что русские деревянными ложками до 20 века ели, да? Ну, скажем так, если посмотреть источники на смутное время, все, кто проезжает, почему, может, так много и ломилось добрых людей, я имею в виду наемников, что в любой деревне что-то очень много. Да, мы у нас ходили все в дорогих тканях, в мехах, все были в пусть речном, но в жемчуге, в бирюзе, в полудрагоценных камнях, в сапожках, на каблуках, того, чего не видели. Многие иностранцы, которые переезжали при этом, очень за это московитов ругали, что нельзя так давать. Хорошо одеваться женщине, да? Нет, нет, не только женщине, там и мужчине тоже. Нельзя так, почему распустили народ, почему он так хорошо живет? Ах, вот оно, как оказывается. Александр, Роман, скажите, пожалуйста, вот Белгородская черта, это ведь все-таки она не привязана к региону, она намного больше по протяженности, чем сама Белгородская область. Вообще где-то подобные реконструкции, посвященные этой эпохе, проводятся или только у нас? Ну, именно, что в Белгородской черте, но если только брать, ну это уже третье увеличение Белгородской черты, это Саранск. Вот там ли ребята проводят, то есть там Владычин полк, Саранский, делают ополченцев, то есть местного епископата и так далее. Вот они проводят небольшие мероприятия, по большей части мероприятий, связанных с Белгородской чертой, кроме нас нет. В прошлом году Белгородский район вместе проводил мероприятие на Болховце, где мы принимали участие, посвященное Белгородской черте. Ну вот, в принципе, и все, что есть. Ну вот, продолжаем. Как раз место у нас выбрано очень хорошо связано с Белгородской чертой. 7 километров до городка Нижигольска, который был построен. Роман Александр, скажите, а вот костюмы мы видели на фото, на видео, вот как технология изготовления костюма? Вы стараетесь соблюдать историческую технологию? Да, все шьется вручную, нитки тоже у нас обычно. Натуральные или синтетические? Ну, сделанные самостоятельно. Самостоятельно даже сделаны? Ну, не мы делали, делают люди, которые этим зарабатывают себе на жизнь. Но ручной труд, не механизированный. Да, 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 точно так же ткани, то есть, вот в данном случае кафтаны из сукна валеного, поэтому он немножко там развлазится. Ну, все сделано как надо, все вручную, все натуральными нитями. Пуговки литые, все как нужно, пустотелые внутри паяные, что признак, кстати, воинского сослоя, потому что здесь у нас на периферии, если вам попадаются литые, они цельные. То есть, вот у нас вот простое население, не заморачивалось. Лила сразу, в формочках и так далее. Но они были маленькие, потому что тяжеленькие, а солдат хотел побольше или командиры-то там, поэтому у них были пустотелые. За счет пустоты можно было сделать пуговичку большую, а ее было видно. Скажите, вот давайте уже вернемся к фестивалю по рубежье, государева служба. Что в программе этого фестиваля ожидает? В программе у нас, во-первых, стационарные мастер-классы. Это у нас будет и средневековая кузня, и покажем жилище кочевника, где можно будет попить чаю с прекрасной, скажем так, нагайкой в юрте. Дальше у нас будет женское рукоделие, где будут вышивать, делать тиснение и так далее. Будет у нас рекрутская изба, где детей, Шебекинский район, культура у нас будет привозить детей, которые будут водиться, как по всяким мастер-классам. Где их будут обучать ратному строю, как новобранцев, строить, выдавать копья и заставлять маршировать. Да, будет этим заниматься наш урядник из Воронежа, Белов. Вот он сменит свой халат врача на костюм урядника и приедет к нам муштровать молодежь. Ну и также, помимо этого, затем будет лучный тир, суличный тир, где можно пострелять, покидать. Что такое суличный тир? Я первый раз... Суличный тир, это укороченные метательные копья, которые использовались в том числе для дистанционного боя на скаку. Мы себе привыкли представлять русского воина, да и не только русского воина, вооруженного исключительно луком, допустим, как видом стрелкового оружия, ну или там в Европах это конные арбалечки. Но были, помимо всего прочего, еще и сулицы такие короткие метательные копья, предназначенные именно для ведения дистанционного боя. Руками метались? Да, естественно, вручную. Носили специальных чехлов, таких вот похожих, как вот здесь для ножей. По-моему, как он назывался, или джерид. Джериды, то есть по персидской, кажется, название себе прообразимает. На два-три дротика. Вот она сбоку есть, человек метает и все. Александр Роман, давайте еще раз напомним, когда и где состоится такой интереснейший фестиваль, потому что я думаю, что сейчас желающих посмотреть, посетить его поприбалилось. 30 апреля в понедельник с часу дня до 15.00 у нас будут стационарные мастер-классы, а с 15 часов до 16.30 у нас будут показательные выступления стрельцов, сражения, маршировка, стрельба. То есть покажем, как у нас защищали территорию порубежные сотни стрельцов. Проходить это все будет в районе села Крапивное, Крапивинское городище, Шебекинского района. В принципе, у нас это все вывешено, если надо. Есть сайт дружина-бел.ру. Там полная раскладка с данными координатами данного места. Ну а также, кто будет ехать и въезжает в Шебекино, он всегда увидит наши указатели. В общем, 30 апреля дружина-бел.ру, Шебекинский район. Всех ждем на фестиваль порубежья государевого служба век 17-й. Стрельцы в Белгороде. Это будет очень интересно. Александр, Роман и я приглашаем вас обязательно посетить этот фестиваль. Ну, а мы продолжаем такой день. Система организованного сбора макулатуры в регионе получила развитие после того, как в прошлом году в Губкине школьники собрали 46 тонн использованной бумаги. Региональная компания «Переработчик Гафротара» оценила инициативность жителей и сделала следующий шаг. В этом году в регионе открыт первый стационарный пункт приема макулатуры. А это возможность и помочь сохранить природу, и бюджет пополнить. Подробности в сюжете из «Нового оскола». Пункт приема в Турсырья расположен в северном микрорайоне «Нового оскола». Уже сейчас здесь принимают бумагу и пленку. Чуть позже заберут и другие виды отходов, которые можно вторично переработать. В ближайшее время мы планируем начать принимать пэт-бутылку и пластики других видов. В пластике других видов входят и крышечки от бутылок, и лом пластиковой тары. Поэтому мы медленно, но верно следуем к той цели, чтобы сократить попадание вторичных ресурсов на полигоны для захоронения. В торжественном открытии пункта приема в Турсырья приняли участие те, кто первыми сдали макулатуру – воспитанники детского сада и школьники. Ребята понимают, так они помогают природе. И знают, что 100 килограммов макулатуры спасают одно дерево. Надо защищать свою природу, не мусорить рядом с деревьями, потому что им будет плохо, и им будет некомфортно в таких условиях. Теперь из этого вторсырья будет сделана новая бумага и гофроупаковка. В перспективе подобные пункты приема начнут работать в каждом районе области. Это еще один шаг к раздельному сбору мусора, а значит и к экологической безопасности. Елена Голотовская и Гордоценко такой день на мере Белогория. Александр Роман, я понимаю, что в детстве мы все макулатуру сдавали, а в ближайшее время вы сдавали макулатуру? Я наблюдал, как это делают в первой гимназии. Все заняты только тем, чтобы собрать макулатуру. Все классы этим занимаются, подвал уже забит, поэтому, скорее всего, будем участвовать. Я, как работник данного учреждения, уверен в том, что займем какое-нибудь место. Ибо столько собрано, что беда. Но, к сожалению, я все-таки не застал тот период массового сбора макулатуры, потому что я все-таки дитя конца 80-х, начала 90-х годов. Но, тем не менее, хорошо, что такие мероприятия проходят, потому что, действительно, все-таки окружающая среда должна быть в чистоте, не должна быть загрязнена. И хорошо, что, в том числе, гимназия, которую я закончил, принимает в этом активную часть. Действительно, вторичное использование бумажного сырья – это большое дело. Очень хорошо, что он возрождается в Белгородской области. Мы продолжим. В Старом Осколе юные таланты региона сыграли с Московским государственным симфоническим оркестром для детей и юношества. 18 ребят из Белгорода, Губкина и Старого Оскола получили эту возможность благодаря проекту «Класс от Маэстро» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Он реализуется с 2015 года с целью поддержки музыкального образования в разных областях России. Мастер-класс «Белгородские ребята» получили от Ивана Великанова, дирижера оркестра Московского академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Все подробности в сюжете. Пару недель назад Ваня Сухенко и не подозревал, что пройдет отбор на галоконцерт. Разбираясь с Иваном Великановым, на мастер-классе «Каждую партию» просто надеялся, что его талант заметят. Заметили. Ваня стал одним из 18 ребят, которые приняли участие в концерте Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества. Произведение Сергея Рахманинова «Вокалист», «Переложение для трубы» Ваня Сухенко впервые исполнил на одной сцене с профессионалами. Его труба то замирает, то словно горный ручей срывается со скал. Я волновался, но все же я вышел и сыграл. Получилось, по-моему, довольно красиво. И мне понравилось, как звучал оркестр, как им управлял дирижер, как я звучал вместе с оркестром. А для Кристины Толсташеевой, студентки второго курса, кафедры фортепиано губкинского филиала «БГИК» – это не впервой. В прошлом году она выступила на одной сцене с Московским камерным оркестром «Времена года». Концерт номер два для фортепиано Дмитрия Шостаковича отыграла на одном дыхании. Работа с Иваном Великановым, дирижером, проходила очень интересно. Мы два дня с ним занимались. Настолько человек великолепный, просто сумел успокоить, взбодрить, дал уверенность в своих силах. В первую очередь это собираться, уметь не волноваться, сдерживать себя при такой публике, с таким оркестром, при таком ответственном мероприятии. Индивидуальный подход каждому таланту и чуткое руководство. Подобные концерты с юными исполнителями Иван Великанов практикует и в своем оркестре. Для маэстро это возможность дать детям бесценный опыт, который невозможно объяснить словами. Его нужно прочувствовать. Это немножечко для многих, даже из тех, кто сегодня играл, немножечко, конечно, шоковая терапия. То есть многие просто совсем не готовы к тому, что с оркестром все по-другому, чем без него, чем в два рояля с педагогом. Но, собственно говоря, как иначе научить плавать, как говорится. Бросить в воду, желательно на середину озера. И помогать выплыть, показывая верное направление. Именно так с белгородскими талантами работал маэстро. Всего за несколько дней ребята прошли настоящий творческий путь. Анастасия Конникова, Максим Савайтан. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. В Волоконовке прошла заключительная игра районной лиги КВН. Кубок чемпионов. Из более чем 20 команд в финал вышли всего 4. А оценивал выступление волоконовцев вместе с другими членами жюри известный КВНщик, капитан команды Руден-Юниверсити Игорь Ким. Подробности в следующем сюжете. Готовы побеждать? Да! В Волоконовке в КВН, кажется, играют все и везде. В сельских поселениях, школах, трудовых коллективах. Поэтому никого не смущает, что на сцене вместе со школьниками совсем серьезные люди. Так называется команда администрации района. Нужно же соответствовать. Я вот даже по этому поводу английский язык подучил. Вот спроси меня давай что-нибудь. Хорошо. Так, в английский будет шутка. Джоук. А зарплата? Селари. А зарплата бюджетника? Джоук. Ого, ребята, он и правда знает. Конечно. Не уступали в находчивости и поселковые школы. Команда «Новая эра» не постеснялась шутить о жюри. Если сидеть за жюри во время игры в КВН, то можно увидеть такую картину. И специально для жюри у нашей команды есть презент. Молоконовская школа номер один дошутилась до первого места. Еще года два назад команду эту собрали. Уже два года выступаем этой командой. Шутки пишем. Собираемся вечерами после дополнительных, после всех уроков. И пишем шутки. Стараемся так. Ну, если написали шутку, посмотрим в интернете, была такая шутка. Нет. Чтобы, так сказать, плагиата никакого не было. Не скупился на оценки и почетный член жюри, капитан команды РУДН-юниверсити Игорь Ким. Я могу долго говорить о том, что у вас классная организация, у вас самый теплый зритель. И очень талантливые ребята на сцене. Но я хочу это вот в одну фразу собрать и сказать, что люди, которые думают, как закончить приятно вечер или начать день, я им советую начать с КВН вот в этом зале. Спасибо вам большое. После подведения итогов и награждений игроков ждал еще разбор полетов от известного КВН-чика. Так что следующий сезон Лиги КВН в Лаконовке обещает быть еще интереснее. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Программа «Такой день» на «Мире Белогорья». Александр, Роман, это все сюжеты у нас на сегодня. Какой из них вы бы назвали сюжетом дня, который я характеризовал наилучшим образом 27 апреля? Мы посовещались с Романом, подумали, выбрали все-таки вот сюжет про мальчика, который играл на трубе. То есть о детях, которые получили возможность играть с Московским государственным симфоническим оркестром для детей. Так, эта возможность, она дается, наверное, один раз, другую, может быть, больше не будет, да, это уникальная возможность. Поэтому, как вот нам с Романом кажется, этот сюжет и будет сюжетом дня. Отлично. Это будет сюжет дня. А о том, каким было 27 апреля прошлых лет, мы сейчас посмотрим в нашей подборке ретро-новостей, как увидели этот день корреспонденты «Мира Белогорья». 27 апреля 2015 года, в канун празднования годовщины Великой Победы, полпредпрезидента в Центральном федеральном округе Александр Беглов принял участие в закладке уникального природного памятника – геоглифа. Он появился в Карачанском районе у села Погореловка и представлял из себя надпись «70 лет победы», высаженную из 10 тысяч сосен. 27 апреля 2011 года было подписано первое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Белгородской области и холдингом «Металлоинвест». Оно предусматривало инновации в развитии территорий присутствия холдинга Староскольского и Губкинского округов. Документ говорил о выходе отношений бизнеса и власти на новый партнерский уровень в социальной сфере. С того момента соглашение подписывается ежегодно. В 2014 году в Белгороде появилась новая митрополия на Свято-Троицком бульваре на месте утраченного после революции мужского Свято-Троицкого монастыря. А 27 апреля чин освящения здания совершил митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. В этот день, в 2008 году, были введены в эксплуатацию несколько новых площадок в животноводческой отрасли. Это комплекс на 150 тысяч голов по производству мяса птицы и бройлерного яйца в Веделевском районе и комбикормовый завод «Лабаз» в Алыках. В этот день, в 2007 году, в Новоскольской женской воспитательной колонии прошел конкурс красоты среди осужденных. Он лег в сюжетную линию документального фильма о судьбах девушек, оказавшихся за колючей проволокой, над которым работала команда одного из федеральных телеканалов. Александр, Роман, вот такие ретро-новости. Таким был день 27 апреля и таким он будет и дальше. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я желаю удачи фестивалю по рубеже Государева служба. Надеюсь, что он будет не первым, не последним. Вернее, первым, но не последним. Встретимся 30 апреля. Конечно. Обязательно. Спасибо. А далее афиша и блок полезной информации. И сразу после премьеру на «Мире Белогорье» представит автор и ведущая программы «Островок надежды» Леся Плутахина. Ее проект о детях, которые нуждаются в родительской любви. Оставайтесь с нами. С ней беседовала моя коллега Екатерина Ковалева.